Субтитры создавал DimaTorzok Андрей Зубков, мы благодарим их за отличную борьбу, очень интересную серию. Спасибо, ребята, за большой борьбу и интересную серию. Мы, как обычно, дадим слово, прежде всего, игроку. Андрей, пожалуйста. Андрей Зубков, во-первых, хочу сказать спасибо нашим болельщикам, которые продолжали в нас верить, нас поддерживать, были с нами до самого конца. Спасибо всем нашим игрокам, которые у нас много было травмированных, которые выкладывались, старались. Да, что-то могло не получаться, но нет никому претензий, все старались. Тренерскому штабу спасибо, что давали нам всю информацию, верили нас. Ну и нашим всем-всем работникам нашего клуба, докторам, пресс-таше и всем-всем-всем. Если есть вопросы, Андрей всех поблагодарил. Так, мило. Нет вопросов. Спасибо, Андрей. Пошел. Чао Пускайль, коуч. Еще раз, спасибо за большую серию. Какова ваша опьянка об этом игре и всей серии? Прежде всего поздравляю Цеска с этой победой и бронзовыми наградами. К сожалению, это была не финальная серия, за золото поборются Уникс и Лока. Но тем не менее, все команды показали характер, и мы старались сыграть настолько хорошо, насколько можно. Для нашей стороны, мы действительно верим, что мы закончили наш сезон против Уникс, в последний секунд против Уникс. Но жизнь в этом году это невероятная для нас, потому что сегодня мы потерялись один гол в последний момент. Это означает, что мы не было достаточно в крючевых моментах. Мы потерялись возможность быть чемпионами в этом году, мы потерялись возможность победить этот БТБ. С нашей стороны, можно сказать, что довольно сложная для нас получилась концовка, прежде всего, и серии против Уникса, где мы потерпели поражение на последних секундах. Это невероятно, и это означало, что мы не очень хороши в ключевых моментах, и это означало, что мы не смогли сыграть за золото, за победу в Лиге ВТБ. В конце концов, сезон заканчивается для нас только с одним трофеем, с суперкубком Лиги ВТБ. Да, конечно, нам хотелось большего, но лето получилось для нас очень сложным. Практически все ключевые игроки покинули команду, и мы старались построить ее новую команду, настолько конкурентоспособная, сколько можно. И, наконец, с большим инженом, мы поставили команду на лимит, но этот лимит был не достаточно. Для одного аксиона, для двух аксиона, для одного дефекта, для одного ремонта, и это было не достаточно для успеха в этом году. Травмы по ходу сезона поставили нас на грань, на финише, и эта грань была такой, что на ней играть было недостаточно, и, по сути, исход сезона для нас предопределили одно-два владения, один-два подбора. Хочу поздравить и поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона, несмотря на то, что мы не всегда показывали баскетбол такого уровня, которого они хотели бы видеть. Хочу поблагодарить всех людей, кто работали в клубе, всех, кто были вокруг команды, за их старания по ходу сезона. И хочу поблагодарить за поддержку Совет Клуба Президента, всех, кто находится надо мной. Спасибо ВТБ за турнир, мне кажется, что он получился интересным и будем надеяться, что все будет продолжаться. Спасибо. Что касается вашей будущей в Зене? В следующем день, сейчас время остановиться, подумать о том, что произошло в сезоне, поговорить с всеми, и мы увидимся. В этом момент я не могу сказать, потому что я не знаю. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, продолжаем нашу пресс-конференцию. У нас есть представители ЦСКА, главный тренер Эмил Райкович и форт-центровой Левио Жан-Шарль. Как обычно, дадем слово игроку. Лиф, первое, congratulations на победу и бронзе. Как вы думаете, как вы любите игроку и серию для бронзе? Я думаю, что это новое для всех. Это странно, но как победитель, я не скажу, что это было весело, но это было хорошо, чтобы победить против Санкт-Петербурга. Это было что-то новое, серия была чем-то новым для всех нас. Можно ее назвать несколько странной, но как спортсмен, как человек, который любит сражаться, я думаю, что мы получили удовольствие. Здесь есть вопросы к Ливу? Нету. Лив? Да, вы можете вернуться, пока вы любите фанаты. Спасибо. Спасибо, Лив. Римал Райкович, тренер. Поздравления с этой победой в матче и в серии. Как вам игра? Я хочу, первое, поздравить Зенит на борту и серию. Потому что я думаю, что двое команды играли на 100% в этом моменте. Они были ведены от лучших тренеров в Европе. И они имеют очень глубокий ростер, очень хороших игроков. Поэтому наши ребята сделали очень хорошую работу в закрепить эту серию с результатом 4-1. Прежде всего хочу поздравить Зенит с той борьбой и серьезностью, которую они показали в этой серии. Я считаю, что обе команды на настоящий момент показали 100% того, на что они способны. Соперников возглавляет один из лучших тренеров в Европе. На настоящий момент у них очень глубокий ростер, который составлен из хороших игроков. И я считаю, что наша команда проделала отличную работу, завершив эту серию со счетом 4-1. Я считаю, что это была консультация для третьего место. Все осталось, как это было последний год. Я считаю, что в этом году наши основные объективы были создавать некоторые игроков, которые были милые и не имели опыт. И я считаю, что в большинстве способов мы продемонстрировали некоторые из них в первой команде. Многие из них использовали свои шансы. И я считаю, что это одна из наших больших достижений от этого сезона. За исключением того, что эта серия была, по сути, утешительной, она все-таки воспринималась так, как битва прошлого года с Зенитом. И одной из наших задач этого сезона было развить некоторых молодых игроков и продвинуть их в первую команду, и некоторые из них воспользовались этим шансом. Я хочу благодарить фанатам за огромное поддержание в каждой сезоне, в каждой арене, в которой мы играли, и особенно в нашем доме. И благодарю всем нашим staffам, из-за президента до игроков, до игроков. Мы делали честное работе, мы делали трудное работе, и эти две недели, в которых мы были проблемы, и эти проблемы не определяли результаты нашего работа. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку на протяжении всего сезона, как на выезде, так и дома, особенно дома. Хочу поблагодарить весь персонал клуба, от президента и до игроков. Считаю, что мы все проделали в этом сезоне честную и тяжелую работу, и я не хочу, чтобы две недели, в течение которых у нас были какие-то проблемы, и определяли впечатления от всего сезона. Мы закончили сезон с высоко поднятыми головами. Пожалуйста, если есть вопросы. Нет? Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.